Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы с вами снова серия на проекте Amazing Replay, сегодня будет интересное видео, в этом видео я подарю машину рыжику и дам ему немножко денег, поэтому смотрите видео от начала до конца, если вам зайдет данный контент, то я готов снимать такие видео. Видосы раз в месяц, то есть помогать игрокам, дарите машины, деньги, поэтому все как бы зависит от вас, если на этом видео наберется хотя бы 300 лайков, потому что в последнее время вы набираете там максимум 200 лайков, если я на этом видео увижу хорошую активность, то я конечно же буду снимать данную рубрику, и вообще напишите, что бы вы хотели, чтобы я снимал, допустим походы на ВЧ, либо перепродажи, либо еще что-то, предлагайте в комментариях, потому что прошлое видео мне особо зашло, там где мы развлекались, стрелялись, как бы вы Вы меня немножко захейтили, я вас в принципе услышал, и такой контент скорее всего больше снимать не буду, потому что многим такой контент мне понравился, поэтому если у вас есть идеи, предлагайте в комментариях, я вот все готов выслушать, можете мне предложить какую-то рубрику, я как бы экспериментирую, то-то снимаю, то-то, но мне нужно ваше мнение, поэтому не леньтесь, пишите свои комментарии, я все комментарии читаю, поэтому ваш комментарий в любом случае будет прочитан. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч, мой промокод можно вводить на любом сервере в Мазинхоле Плеи, желаю всем приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. В этом видео я буду помогать Рыжику, потому что давно не было таких серий, конечно бюджет у меня не особо большой, но давайте все равно попробуем, у меня есть место для машины, я хочу сейчас поехать либо на Анашан, либо в автослон и купить какую-то машину для Рыжика, возможно куплю уже готовый вариант, то есть тюнингом, либо куплю салон и потом поеду затюнингую. Давайте берем нашу машину, поедем сейчас на Анашан, посмотрим что там вообще продается, да конечно у меня реально бабок не особо много, но я думаю Рыжику и так будет приятно, просто мне подписчик в ВК написал, то что ему нужна помощь, то что он якобы раньше играл на Мазинхе, потом ушел и вот создал новый аккаунт и просит меня ему помочь дать деньги на квартиру, но я решил как бы немножко ему посильнее помочь, то есть подарить ему машину и подарить ему деньги, я думаю этого будет достаточно. Бля, у нас сейчас сколько время? 10 часов утра, онлайн 220 человек, блядь как просто, а Мазинх, вы может уже что-то делать будете, не знаю, потому что людей нету, блядь, где люди? На Анашане, блядь, людей нету, ну вот пацан на велике приехал и все, больше здесь никого как бы нету. Итак, я нашел короче кандидата, это Мазда RX-8, я считаю то, что пиздатая машина, тем более в стоке на E-170, но если денег хватит, то я еще чип поставлю, поэтому купить, купить как личный транспорт. Все пацаны, новенькая Мазда RX-8, я ее купил, сейчас поедем домой, я ее заберу, вот давайте кар пропишем, и вот здесь у нас есть Мазда RX-8. Блядь, кстати, давно я новую машину с салона прямо не покупал, вот реально очень давно не покупал машину с салона. Самое главное то, чтобы этот пацанчик, которому подарю эту машину, ну не продал ее в этот же день, потому что как бы я вкладываю свое время в эту душу, можно сказать, как бы мне будет жалко, если он просто ее, знаете, в гос сольет и все. Просто мне бесят люди, которые, знаете, типа, ты им даришь машину, они такие, о, класс, заебись, потом ты вечером заходишь в игру, а он уже ее слил в гос. Блядь, прикиньте, если бы вы только начинали играть, и вам дарят вот такую вот тачку, пацаны, я бы охуел, серьезно, я бы охуел, потому что, ну тачка реально пиздатая, согласитесь? Были бы у меня деньги, я бы еще и номера сюда впиздячил, какие-то блатные. Ёбаный рот, пацаны, какая пушка, блядь. Я себе захотел Мазду, пацаны, отвечаю, я себе куплю потом тоже Мазду. Давайте посмотрим максималку, кстати, в стоке она едет реально 170, ебать она валит просто, пиздец. Мама родная, можно еще спойлер было поставить, ебать, она со спойлером такая пиздатая просто, двойной выхлоп, пацаны. Ну вы обязательно должны лайк поставить, серьезно. Госк, видите, 800 тысяч, так, целочка сотка у нас. Ну аудиосистемы, понятное дело, нет, у нас стоит баг дополнительный. Номеров тоже, блядь, ебать она сексуальная просто. Ебать она пиздатая, ну посмотрите просто, пацаны, ну блядь. И вы скажете, что эта тачка говно, блядь, она стоит 800 тысяч, а выглядит, сука, на миллион, блядь. Даже на 2 миллиона она. Ну смотрите на эту жопу просто, блядь, со спойлером еще. Ну согласитесь, охуенная машина. Я отвечаю, я просто отвечаю, что я себе ее куплю. Я не знаю, пацаны, возможно, кому-то не нравится, но мне она нравится пиздец как сильно. Я даже не ожидал, что она мне так понравится. Я просто не знал, что на нее спойлер можно оставить, со спойлером это вообще другая машина. О, пацаны, перезашел. Чекайте, 200 ебашит. С чипом. То есть она без чипа 170 едет, а с чипом 200. Ебать она еще валит так нормально, пацаны. Вот серьезно, я считаю, что это лучшая машина за свои деньги. Вы покупаете ее за 800 тысяч, вкладываете в тюнинг 200 тысяч. Это полный тюнинг. Ну кроме занижения. Я, кстати, не знаю, можно занижение ставить или нет. Но если можно, я поставлю тебе потом занижение. Ну на свою машину, когда я куплю. Эту я подарю, пацаны. Ебать 200 ебашит малышка, прикиньте. Я не задал то, что я от этой машины так кайфану. Серьезно, пацаны. Я давно так от машины не кайфовал. Вот эта тачка реально меня зацепила просто. Она как бы, ну, и недорогая вроде бы, и не сильно понтовая, но она такая пиздатая просто. Ну бачком, конечно, тоже валит, но не так сильно, как хотелось бы. Но валит, пацаны. Ну понимаете, тупо лям, пацаны. Тупо вы даете лям за машину. Ну уже в тюнинге получается. Пойлер, чип, бак. Что там еще? Антирадар. И все ебать, у вас тупо тачка заряженная. Пиздуешь бачком, дверь се ебашит по трассе. Я уже это сто раз сказал, то, что это пиздатая тачка, пацаны. Ну серьезно, типа, ну. Это лучшая машина, на которой я ездил, ну, за свои бабки. Ну, типа, лям, она оправдывает лям этот. Но я не ожидал, что она настолько будет пиздатая. Ну, видите, да, она бачком уйдет, конечно, но не так сильно, как хотелось бы, реально. Алло, я, в общем, в вокзале Южном. Ну, сейчас я еду. Чема? Первый раз с тобой разговариваю. Ну, бывает. Увидел Димку, пипец, франк, дай. Ну, тебе му тупо выдали с вас, и все. Ну, да. И надолго тебе му дали. Сейчас 47 минут, почти на час. А ты, а ты что, машину купил что-нибудь новую? Да. Ну, понятно, крутая леточка. Теперь это будет твоя машина. Серьезно? Ну, это франк. Я не верю. Сейчас, погоди, заходи. Сейчас, заспавнится машина. Серьезно? Да. А эта спавка стоит? Ну, 800 тысяч плюс тюнинг. Лям, короче. С Димку никогда не разговаривал. С Рики Гейм Ченел только два раза. Потом с Гейм Ченел. Не помнишь. А, с Тимохой разговариваю еще. Домино? Да, да. Крутой ченек. Серьезно? Это моя машина, блин? Да, да. Пипец. Сука. Я еще потом тоже такую куплю. Мне она понравилась просто. Сука. Бля, ты топ. Сука, бля. А я даже не ожидал, что ты подальше даже. А я думал, ты, так как она, тупо приедешь на тачке, дашь папу и уезжаешь. Только ты пароль же поставь нормальный, там, защиту, чтобы тебя аккаунт не сломали. Да, 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 я уже пароль, бля, поставил. Так. Не, у меня, у меня, у меня, у меня, ну, не лагает. Чема, это моя? И чезу, мастер, чезу, блин. Я думал, что больше часик поработал. У тебя, у тебя какой, да, скилл? Сотый. А, давай поиграем. Мне, кстати, в автошколу нужно. Ну, релогайся в семью. Давай вместе релогнемся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок